Деньги сейчас очень важны для людей. Всем озабочены их приобретением. Есть даже выражение «служить золотому тельцу». Правда, телец давно перестал быть золотым. Золотое обеспечение из него давно уже вынули. Граждане России в большинстве своем находятся в неведении о самых важных моментах денежного обращения в стране. Как правило, они думают, что рубли – это казначейский билет государства, как в СССР. Что рубли печатает и выпускает в оборот тоже государство. А мы, граждане, берем эти рубли у государства по их стоимости. Но все гораздо интереснее. Во-первых, рубли печатает не государство, а Центробанк Российской Федерации. Он не принадлежит государству, о чем говорит специальный закон. Он принадлежит частному лицу, неизвестному нам банкиру. Кто стоит над государством и по какому праву? Еще больше вопросов у нас появится, когда вы узнаете, что стоимость рубля не определяется общим продуктом России. Она напрямую привязана к доллару. Сколько долларов купил Центробанк, столько рублей и может напечатать. То есть мы – отделение ФРС США, проще говоря, колония. Если рухнет доллар, рубль рухнет немедленно. Мы станем нищими. А доллар, совсем не обеспеченный золотом, рухнет обязательно. Это вопрос времени. Фондовый рынок России поддерживается притоком средств иностранных инвесторов. И продавят индекс ММВБ ниже отметки в полторы тысячи пунктов. Коррекция в сторону понижения на российском фондовом рынке продолжается. Если говорить о каких-то целях, то мы сейчас видим 1600 по индексу РТС. Задумывались ли вы когда-нибудь, что такое деньги? Деньги были придуманы и введены в обращение для того, чтобы удобнее было обмениваться товарами и услугами. Например, вы производите сапоги, а вам нужно приобрести продукты. Если вы будете обменивать свой товар на продукты, это будет не очень удобно, хотя бы потому, что будет непонятно, сколько продуктов вы сможете получить за одну пару сапог. Гораздо удобнее, если есть бумажка, на которой написан ее номинал, например, 100 рублей. И в обмен на эту бумажку вы можете получить необходимый вам товар. Так и в масштабах государства. Каждому государству нужна своя валюта для того, чтобы оно могло обмениваться с другими государствами товарами и услугами. Но как понять, сколько товара вы можете получить в обмен на одну бумажку? Для этого берется стандартный товар – золото, и относительно него устанавливается стоимость бумажных денег. Логично предположить, что раз государству нужны деньги для обмена товарами, то государство их и должно печатать. В том, что это так и есть, уверены почти все. Так должно быть по законам экономики. Но оказывается, современная мировая финансовая система устроена совсем по иным законам корысти и обирания масс. Переломный момент произошел в 1913 году, когда была создана Федеральная резервная система, ФРС, США. Это частная компания, созданная крупнейшими банкирами – Ротчельдами, Рокфеллерами, Варбургами, Морганами. Что же они сделали? Они добились для ФРС права печатать доллары. То есть в США доллары печатает не правительство США, а частная компания, ФРС, которая дает доллары в долг под проценты правительству США. Несложно понять, что это махинация. Ведь для того, чтобы отдать проценты, нужно опять занимать деньги у ФРС, ведь больше взять банкноты правительству неоткуда. В результате, долг США сейчас составляет более 15 триллионов долларов и растет с фантастической скоростью. Получается, что правительство США, а значит и весь народ, должники неких частных лиц, крупных банкиров. И эти частные лица стоят выше, чем президент и правительство. Ведь от них зависит выпуск денег. Они решают, давать деньги правительству или нет. Они просто имеют печатный станок, который печатает символы. И за эти символы они имеют весь мир. Дайте мне контролировать выпуск денег в государстве, и мне не будет дела до того, кто пишет законы этого государства. Говорил банкир Майер Ротчельд. Следующим важным шагом, который сделали банкиры, была отмена обеспечения доллара золотом. С тех пор доллар превратился просто в фантик. Его реальная стоимость всего несколько центов. Это полностью развязало руки банкирам из ФРС. Теперь они могли печатать долларовые бумажки в любом необходимом им количестве, ведь их никто не контролирует. Например, таким образом можно профинансировать крупную военную операцию или нужного им кандидата в президент. Доллары через международные финансовые организации и систему Центробанка ловко навязываются всему миру. Доллар считается основной мировой валютой. За доллары – за простые бумажки. Большинство стран продают свои товары, природные ресурсы. Так происходит и в России. Центробанк России повысил курс национальной валюты относительно доллара США на 7,6 копейки до 29 рублей 32 копеек за доллар. Центробанк России – это также частная компания, но кто ее глава, мы не знаем. Никто нам об этом не говорит. А ведь этот человек, эти люди, стоят выше президента. Ведь только Центробанк принадлежит право выпуска рублевых банкнотов. Если внимательно рассмотреть рублевые купюры, то можно увидеть на них надпись «Билет Банка России». То есть это не билет государства, а билет банка. На любом государственном документе должны быть государственные знаки отличия – герб или флаг. Но на рублевых купюрах такого знака нет. Там напечатан двуглавый орел – товарный знак Центрального банка, который просто похож на двуглавого орла с российского герба. Он имитирует герб, чем вводит нас в заблуждение. В свою очередь, Центральный банк России фактически является филиалом ФРС США. Почему? Центральный банк России печатает рублевые купюры, но давать их правительству напрямую, пусть даже в долг под проценты, как это происходит в США, не имеет права. Для того, чтобы напечатанные рубли попали в нашу экономику, мы должны продать на мировом рынке некий товар. Товар продается за доллары, которые попадают на мировую валютную биржу. На бирже доллары покупает наш Центробанк, который складывает их в свои золотовалютные резервы. И уже в соответствии с этим количеством долларов Центробанк печатает рубли. Например, продали товары на 100 долларов, можем напечатать 3000 рублей. Получается, что рубли – это те же доллары, просто бумажки перекрашены в другие цвета, и цифры на них поставлены в соответствии с курсом доллара. А курс рубля к доллару устанавливается самим же Центробанком, причем не в соответствии с экономической ситуацией, а с учетом положения воротил мировой экономики. Устанавливается такой курс рубля, который поможет этим воротилам удержаться на плаву и преуспеть в делах, либо поможет им уронить неугодного противника на мировой арене. Нынешний курс около 30 рублей за доллар завышен в два раза. Реальный курс должен быть около 15 рублей. То есть наши деньги и наша жизнь всегда будет дешевле американской. А мы фактически являемся колонией и должниками все тех же крупнейших банковских семей. Очевидно, что в самых выгодных условиях находится та страна, чья валюта самая дорогая. А самой дорогой из конвертируемых валют является английский фунт стерлингов. Так значит, Англия в действительности и стоит на вершине этой финансовой пирамиды. На данный момент российские индексы находятся в небольшом плюсе, порядка 0,5 прибавляет индекс ММВБ, немного меньше прибавляет индекс РТС. Такой же спекуляцией являются и торги ценными бумагами на бирже. Как бумажные деньги представляют собой удобную форму для обмена товарами, так и ценные бумаги представляют собой просто удобную форму владения товарами, ресурсами или предприятиями. Например, в ценной бумаге может быть прописано право владения 10 тысячами баррелей нефти, и вы можете продать бумагу, таким образом передав право владения этой нефтью другому лицу. Однако в реальности товаров гораздо меньше, чем зафиксировано во всех ценных бумагах. То есть фактически торговля ценными бумагами – это торговля воздухом. Интересный вопрос. Что же будет, если все владельцы ценных бумаг вдруг захотят обменять их на реальные товары? Тогда случится то, что и называется красивым словом «финансовый кризис». Получается, что крупнейшие банковские семьи и есть настоящее мировое правительство, ведь целые государства находятся у них в долгу. А в счет долга они могут забрать, например, природные ресурсы или вынудить президента принять нужное им политическое решение. Те, кто стыд на вершине этой системы, имеют все, при этом абсолютно ничего не производя. Только поняв, как устроена эта денежная система, которую проще назвать кабалой, мы сможем перестроить ее по принципам социальной справедливости. Кто не работает, тот не ест. Сейчас власть в руках тех, кто имеет большие деньги и управляет их потоками. Мы видим, что эта система паразитическая. Мы позволяем на себе паразитировать. Но кто работает, тот и должен являться действительным хозяином страны.